Дворец бракосочетания на улице Растопчина – единственное здание во Владимире, предназначенное для проведения торжественных церемоний регистрации брака. Свои двери оно открыло в 1982 году. Руководитель Владимирского ЗАГСа Галина Карташова рассказывает, в самом здании сегодня созданы все условия для проведения красивой церемонии бракосочетания. Однако место расположения дворца оставляет желать лучшего. Сейчас уже размещение дворца на улице Растопчина, 51, дороге Дублёре, конечно, не отвечает требованиям сегодняшнего времени. Слишком много появилось машин, больших, фуры стоят у нас, размещаются шиномонтажи, магазины запчастей, а раньше там были дом торжеств, ресторан «Садко», ресторан «Сунгирь». В 2016 году руководство Владимирского ЗАГСа уже обращалось в администрацию области с просьбой перевести дворец ближе к центру города. И вот спустя несколько лет к этой теме вернулись вновь. Так губернатор Владимир Сипягин предложил открыть дворец бракосочетания в Центральном парке культуры и отдыха, в здании бывшего клуба «Галера». Эту идею глава региона уже обсудил с руководством парка. Потому что это и парк, это и находящийся рядом фонтан, и само в себе здание прекрасное. Поэтому я думаю, что вот этот объект как никакой лучше способен дать положительные эмоции для молодожен и организовать ощущение праздника. А вот у главы администрации города Владимира на этот счет другое мнение. Андрей Шохин предложил перевести дворец бракосочетания в центр областной столицы, в Дом дружбы. Рядом Успенский собор, парк Пушкина, палаты, патриаршие сады. Как показывает практика, именно эти площадки владимирские молодожены чаще всего выбирают для свадебных фотосессий и прогулок. Таким образом, если открыть дворец бракосочетаний в Доме дружбы, тратить время на дорогу от ЗАГСа до городских достопримечательностей молодоженам и их гостям больше не придется. И область сможет там проводить свои мероприятия, которые проходят раз в месяц, может быть, раз в два месяца. И, соответственно, это будет большой подарок для наших молодоженов и для всех, кто проводит свои такие торжественные мероприятия. Здесь, конечно же, нужно смотреть много мероприятий, которые будут предшествовать этому, но, тем не менее, я думаю, что это самое удачное место. Таким образом, руководители города и области сошлись в одном. Дворцу бракосочетаний не место на федеральной трассе. Осталось определиться, куда его перевезти. Все предложенные варианты будут детально рассмотрены, в том числе с точки зрения удобства парковок и близости к городским достопримечательностям.